Четыре года назад Десногорск стал отправной точкой проекта планеты баскетбола «Оранжевый атом». А чуть позже такие баскетбольные мероприятия стали проводиться не только во всех городах присутствия атомных электростанций, но и за рубежом. В том числе и поэтому 4-5 марта фестиваль в Десногорске привлек так много участников – более тысячи человек. Очень здорово, что у нас есть возможность предоставить нашим детям, подрастающим поколениям, вот все те условия, которые здесь создают. Кто занимается спортом, много жизней добивается. Вот посмотрите на этих успешных людей и чуть-чуть на меня. Это связано только со спортом. Двухдневный фестиваль стал не только праздником спорта. Городской этап школьного баскетбольного чемпионата 4 на 4 был дополнен культурными мероприятиями по памятным местам Атомграда. Делегации при участии молодежи, преподавателей и ветеранов возложили цветы на мемориальном комплексе «Курган славы». Также был проведен и Олимпийский баскетбольный педагогический совет, где подвели текущие итоги проекта планета баскетбола «Оранжевый атом» и наметили предстоящие планы. Олимпийские дни в первую очередь направлены на популяризацию здорового образа жизни для жителей нашего города. Творческого долголетия может быть такой период, какой решает для себя сам человек. Один из факторов творческого долголетия, творческого, это, конечно, занятия физической культуры спорта. 5 марта финалом фестиваля стало Олимпийское баскетбольное собрание в Центре культуры и молодежной политики города. Благодарственными письмами концерна «Росэнергоатом» и «Смоленской АЭС» и спортивными призами были награждены все те, для кого спорт стал частью повседневной жизни. Участники баскетбольного турнира «4 на 4» – работники «Смоленской АЭС». Отдельная благодарность десногорским преподавателям и воспитателям. Тем, благодаря кому молодежь узнает, что спорт – это дорога в здоровое и успешное будущее. Давайте им поаплодируем, потому что это наша база. Спасибо вам! Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна ТВ